Сейчас мы поговорим об одном типе линейных операторов, которые называются провекторами. Пусть в линейное пространство есть прямая сумма двух своих подпространств. Пусть в есть прямая сумма двух своих подпространств. Тогда, как мы знаем, любой вектор допускает единственное разложение в виде суммы. В1 маленькая плюс В2 маленькая, где вот эти слагаемые принадлежат соответствующим подпространствам. Это мы знаем, поэтому это не часть определения, это напоминание. Если сумма прямая, то такое разложение единственное. Так вот, пусть в есть прямая сумма В1 плюс В2. То есть оператором проектирования. То есть на В1 параллельно В2. называется оператор заданной формулой. Ф от В равно В1. где В это вот такое разложение, такая сумма. В1 плюс В2, где первое слагаемое из первого подпространства, второе из второго. Вот формальное определение. Теперь давайте пример посмотрим. Скажем, на обычной плоскости выберем два подпространства одномерных. Ну, на плоскости нетривиальное подпространство могут быть только одномерными. Значит, вот В1, В2. Значит, любой вектор, как мы знаем, можно разложить... Любой вектор В можно разложить в виде суммы вот такого вида. Значит, это то же самое, что просто найти координаты вот этой точки в данной системе координат. То есть мы параллельно вот этой прямой и параллельно второй прямой проводим прямые через конец нашего вектора. Получаем вот здесь В1, а вот здесь В2 на этом рисунке. И вектор В есть их сумма. Тогда вот такая формула. f от В равно В1 задает оператор, который переводит вектор В в вектор В1, лежащий на прямой В1. Значит, любой вектор с тем же самым В1 переходит в тот же самый вектор В1. Любой вектор, который заканчивается на вот этой пунктирной прямой, оператор f переводит в тот же самый В1. Вектор В2 переходит, если мы посмотрим на эту формулу, то вектор В2 переходит в ноль. И все вектора, которые лежат на вот этой прямой, тоже переходят в ноль. Значит, вот такой оператор, естественно, называть оператором проектирования на прямой В1 параллельно прямой В2. Это не ортогональное проектирование, к которому мы привыкли, а вот проектирование вдоль или параллельно к какому-то подпространству. Значит, вот такое определение операторов проектирования. Значит, легко заметить, что оператор проектирования обладает таким свойством. Значит, если мы применим его дважды. Значит, если мы применим оператор проектирования дважды. Значит, сначала первый раз спроектируем, а потом то, что получится, еще раз спроектируем. То получится просто f от V. Любого вектора. То есть, выполняется вот такое алгебраическое свойство, что f в квадрате равно f. Значит, f примененный дважды, и f примененный один раз, это один и тот же оператор. Так вот, оказывается, что вот это геометрическое определение и вот это чисто алгебраическое свойство, оказывается, они равносильны. То есть, если выполняется чисто алгебраическое равенство f квадрат равно f. То отсюда следует, что оператор есть оператор проектирования на какое-то одно подпространство параллельно какому-то другому. Вот такая интересная связь между геометрическими понятиями и чисто алгебраическими. Ну, давайте доказывать. Значит, для того, чтобы мы могли сделать вот такой вывод, что f оператор проектирования, нам нужно сначала придумать подпространство v1 и v2 вот эти. Чтобы было на что и параллельно чему проектировать. Вот давайте попробуем их определить следующим образом. Вот определим v1 как образ оператора f. А v2 как его ядро. Дальше нам надо будет убедиться в том, что v есть прямая сумма ядра и образа. После того, как мы в этом убедимся, надо будет еще проверить, что f действительно действует по вот этой формуле. Вот, ну, начнем с проверки того, что эти два подпространства образуют прямую сумму, которая равна всему v. Вот, значит, первый шаг доказательства будет заключаться в проверке вот этого равенства. Чтобы сумма была прямой, нужно, чтобы пересечение двух подпространств было каким? Нулевым. Значит, нужно проверить, что v1, пересечение с v2, состоит только из нуля. Ну, давайте возьмем какой-нибудь вектор v из этого пересечения и посмотрим, что про него можно, какие выводы про него можно сделать. Во-первых, раз v принадлежит v1, то, значит, этот вектор лежит в образе оператора f, значит, существует какой-то другой вектор, вектор, скажем, w, который в него переходит. Потому что v1 – это образ оператора f. Значит, если вектор v лежит в образе, значит, в него что-то переходит. Вот это что-то обозначим вектором w. Значит, если v лежит в v2, а он у нас и там, и там лежит, то из этого следует, что f от v равно… Ну, а теперь давайте посмотрим на вот эти два равенства. Значит, заметим, что к первому равенству давайте мы применим к обеим частям еще раз оператор f. Значит, тогда в левой части будет f квадрат от w равно f от v. Но f квадрат равно f, поэтому это просто f от w, которое равно v, а справа у нас 0. Значит, мы получаем, что v равно 0. Итак, пересечение действительно состоит только из 0. Значит, это еще не все, потому что мы знаем, что сумма прямая, но совпадает ли она с v. Тут нам поможет теорема о размерностях. Теорема о размерностях ядра и образа. Значит, размерность ядра любого оператора плюс размерность его образа равняется размерности всего пространства. И еще одна теорема о размерности суммы подпространств. Значит, вот из этих двух теорем следует, что размерность... Вот этого подпространства равняется размерности пространства v. То есть, прямая сумма v1 плюс v2 – это некоторое подпространство v. Но размерности самого v и этого подпространства совпадают. Значит, и подпространство совпадает с v. Значит, вот первый пункт нашей схемы доказательства выполнен. Значит, v действительно есть прямая сумма вот этих v1 плюс v2. Кстати, вообще говоря, это верно не для любого оператора. Вот мы тут по существу использовали, что f удовлетворяет вот этому свойству. Вот на досуге подумайте и придумайте пример оператора, для которого вот это утверждение неверно, что v есть прямая сумма ядра и образа оператора. Значит, для оператора вот с этим свойством это правда, а вообще говоря нет. Так, ну а вторая часть доказательства... Значит, надо проверить, что f действительно определяется вот такой вот формулой. Значит, мы любой вектор можем разложить вот как v1 плюс v2. Значит, нам надо проверить, что выполняется вот такое равенство. Ну, давайте проверять. Значит, f от v равняется f от v1 плюс v2. f от v2. Но v2 лежит в ядре f, поэтому f от v2 равно 0. Значит, осталось только проверить, что f от v1 равно v1. Значит, f от v1 у нас лежит в... Ну, собственно говоря, все это у нас лежит в образе f, то есть в v1. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Значит, v1 у нас лежит в образе, значит, в v1 существует некоторый w, такой, что f от w равно v1. Раз v1 лежит в образе, значит, есть у него прообраз, то есть такой элемент, который оператор f переводит в v1. Значит, опять же, применим дважды f, значит, применим f к обеим частям этого равенства. f квадрат от w равняется f от v1. И опять воспользуемся тем, что f квадрат равно f. Значит, это равно f от w, а f от w есть v1. Значит, вот получили равенство, что v1 и f от v1 совпадают. Значит, вот теорема доказана. Действительно, оператор действует по вот этой формуле. Давайте запишем теперь матрицы таких операторов, операторов проектирования, значит, в подходящем базисе. Значит, раз у нас есть разложение v в прямую сумму, v1 плюс v2, то, естественно, выбрать базис всего пространства v, как объединение базисов под пространство v1 и v2. Значит, вот возьмем объединение базисов v1 и v2 в качестве базиса v. Можно, конечно, брать и произвольный базис v, но тогда матрица оператора будет иметь не самый удобный вид. А вот если мы вот так зафиксируем базис, то давайте посмотрим, какая будет матрица оператора проектирования. Для этого надо посмотреть, как оператор проектирования действует на базисных векторах. Первая часть векторов лежит в v1, поэтому, если мы возьмем оператор проектирования и применим к таким векторам, то получим вот сами эти вектора e, i, t. Значит, если i меньше или равно k, то f от e, i, i равен самому вот вектору, поскольку при i меньше k, e, i, t принадлежит v1. А при i больше k, e, i, t принадлежит v2. И тогда f от e, i, t равно 0. Ну, теперь можно написать матрицу. Столбцы этой матрицы это координаты вот этих самых векторов, f от e, i. Значит, у e первого координаты 1, 0, 0, 0. И так далее до номера k, у которого единица вот здесь. А остальное все нули будет. То есть матрица будет такого вида. Значит, тут блоки, вот правый верхний, левый нижний и правый нижний будут целиком из нулей. А здесь будет единичная матрица. На диагонали будут единицы, вне диагонали нули. То есть будет матрица вот такого вида. Единичная матрица размера k и нулевые матрицы в остальных углах. Значит, в частности, собственное значение у оператора проектирования. Мы с вами в прошлый раз обсуждали, что такое собственное значение. Какие здесь будут для оператора проектирования собственные значения? 1 и 0. Совершенно верно. Значит, два собственных значения всего. А собственных векторов, вообще говоря, много. Значит, любой вектор из v1 будет собственным. И любой вектор из v2 тоже будет собственным вектором. Значит, вектора из v1 будут собственными... Векторами, отвечающими собственному значению единица. А вектора из v2 будут собственными векторами, отвечающими ми собственному значению 0. Так, окей. Так, значит, сейчас мы займемся многочленами от операторов и матриц. Наш пример как раз вот подводил к тому, что, если у нас есть какой-то оператор, то мы можем, поскольку операторы можно перемножать друг на друга, так называемая композиция, то можно подставлять в многочлены не только числа, не только переменные, но и операторы и матрицы. Вот сейчас мы этим как раз и займемся. Значит, вот пусть P от T это некоторый многочлен. Значит, любой многочлен можно записать в таком виде. Значит, A нулевое плюс A1T плюс и так далее, ANT в степени N, где N некоторое число. Вот теперь давайте вот в этот многочлен просто подставим какой-нибудь линейный оператор F. Что означает подставим сюда F? Значит, там, где у нас была переменная T, мы напишем просто само F. Там, где у нас был T квадрат, мы подставим F в квадрате. Там, где T в степени N, мы подставим F в степени N. F в степени N, это значит, мы N раз должны применить один и тот же оператор F. Значит, ну, небольшой вопрос возникает, что подставить здесь. Ну, здесь подставим тождественный оператор, поскольку нулевая степень, это единица. Вот давайте так и сделаем. Значит, напишем P от F по определению A0 умножить на тождественный оператор плюс A1F плюс A2F в квадрате плюс и так далее, ANF в степени N. Значит, аналогично можно действовать и с матрицами. Значит, если есть матрица какая-то квадратная, кстати, важно, что квадратная, с прямоугольными так уже не сделаешь. Значит, если есть квадратная матрица, то можно ее тоже подставить вместо переменной T и получить вот такую матрицу. А нулевую на единичную матрицу. И так далее. Значит, если вы вспомните, что многочлены образуют кольцо, значит, только надо брать все многочлены, а не только ограниченные степени. Значит, если брать все многочлены, то они образуют кольцо, потому что многочлены можно не только складывать и умножать на числа, но и умножать друг на друга. Значит, произведение многочленов тоже многочлен. Значит, многочлены образуют кольцо. Кстати, кольцо с единицей. Не все кольца имеют единицу. Но вот кольцо многочленов имеет единичный элемент. Это многочлен нулевой степени с коэффициентом единица. Просто константа, равна единице. Значит, кольцо с... Значит, линейные операторы тоже образуют кольцо. Мы, по-моему, две лекции назад, кажется, обсуждали, что композиция это и есть операция, которая превращает множество многочленов не просто в линейное пространство, а еще и в кольцо. Значит, линейные операторы. Тоже кольцо с единицей. Единица в этом кольце это тождественный оператор. Значит, вот это определение, то есть возможность подставлять в многочлены матрицы или операторы дает нам гаоморфизм из первого кольца во второе. Значит, для каждого... Для каждого оператора F. Ф. Ну и то же самое будет для матриц. Там ситуация параллельная, поэтому я не всегда буду ее отдельно упоминать. Значит, для каждого оператора F формула... Переводящая P от T в P от F. Вот она. Значит, было P от T, мы подставили F вместо T, получили P от F. Вот эта формула задает гаоморфизм... Сдает гаоморфизм колец. Вот кольца многочленов и кольца линейных операторов. Ну, доказывать тут практически нечего. Нужно проверять, что произведение у многочленов будет соответствовать произведению операторов. Но это просто очевидно. Значит, если у нас есть два многочлена... P от T и Q от T, то, значит, мы должны взять произведение многочленов и действовать двумя способами. Сначала перемножить многочлены, потом вместо T подставить F. Или сначала подставить F, потом перемножить многочлены. Понятно, что это одно и то же. Так что, значит, вот это соответствие сохраняет операцию умножения. Значит, каждый оператор задает свой гаоморфизм этих колец. То есть таких гаоморфизмов много, ровно столько, сколько операторов. Значит, каждый оператор задает свой гаоморфизм. Например, нулевой оператор задает какой гаоморфизм? Вот если F взять нулевой оператор, который все вектора переводит в ноль, то какой гаоморфизм задает такой оператор? Значит, любому многочлену соответствует какой оператор? Нулевой. Значит, надо, ну сейчас, не нулевой, кстати, а вот свободный член там еще остается. А нулевое остается от этого многочлена на единичный оператор, а все остальное обращается в ноль. Значит, любой многочлен переходит в какой-то оператор, кратный тождественному. Значит, это если F равно нулю. Если F тождественный оператор, вот возьмем тождественный оператор F, значит, этот многочлен, значит, произвольный многочлен переходит в... Значит, если, значит, примеры. Значит, первое, когда F равно нулю было, значит, мы... Значит, F от T переходит в... А нуль на тождественный. Значит, второй пример. F тождественный оператор. Значит, тогда произвольному многочлену P от T соответствует... Значит, какой оператор? Тождественный, но умноженный не на А0, а на сумму всех коэффициентов. А0 плюс А1 плюс и так далее, плюс АН на тождественный. Вот видно, что гомоморфизмы разные, да? Значит, одному оператору такой гомоморфизм соответствует, другому вот этот. Ну, если брать другие примеры, то... А, ну, кстати, вот давайте возьмем оператор проектирования. Вот F – оператор проектирования. Значит, если такой взять оператор, то произвольный многочлен P от T перейдет во что? С новиком плюс оператор проектирования на сумму... Значит, P от T перейдет в... А с новиком на тождественный плюс все остальное... А1 плюс и так далее... АН на вот этот самый оператор проектирования. Так, окей. Ну и то же самое с матрицами можно делать. Значит, мы можем забыть, что... Ну, во-первых, любому оператору соответствует матрица. Вот. Но мы можем про это соответствие помнить, можем забыть и просто подставлять матрицы в многочлены, получать, значит, соответствующие... То есть, если говорить вместо операторов про матрицы, то каждая матрица задает гауморфизм колец из кольца многочленов в кольцо матриц. Так, окей. Значит, следующее определение – это так называемого аннулирующего многочлена. Значит, аннулирующим многочленом для оператора F называется такой многочлен. Такой многочлен, что при подстановке в него оператора получается ноль. Ну, другими словами, это не обязательно в это... То, что я сейчас скажу, не обязательно вдумываться, но, тем не менее, значит, аннулирующие многочлены – это ядро вот этого самого гауморфизма. То есть, то, что этот гауморфизм переводит в ноль. Значит, те многочлены, которые после подстановки в них оператора F становятся равными нулю. Так, ну, примеры... Ну, во-первых, часть примеров можно уже отсюда взять. Значит, если А нулевое равно нулю, то такой многочлен будет аннулировать нулевой оператор. Если сумма равна нулю, то такой многочлен будет аннулировать тождественный оператор. Значит, если А нуль и вот эта сумма равны нулю, то такой многочлен будет аннулировать оператор проектирования. Еще проще с проектированиями заметить, что поскольку оператор проектирования удовлетворяет равенству F квадрат минус F, F квадрат равно F, то многочлен T квадрат минус T является аннулирующим для оператора проектирования. Значит, если мы сюда подставим вместо T оператор проектирования, получим, конечно же, ноль, потому что операторы проектирования удовлетворяют этому равенству. Значит, вот пример аннулирующего оператора для аннулирующего многочлена для оператора проектирования. Нулевой многочлен, конечно, тоже аннулирует любой оператор, потому что если мы в нулевой многочлен подставим все, что угодно, получим все равно ноль. Продолжение следует... Оказывается, что для любого оператора существует, кроме нулевого, который неинтересный, существует ненулевой, а нулирующий многочлен. Давайте выпишем подряд все степени оператора f до степени n2. Вот пусть размерность того пространства, где действует оператор f равна n, значит это некоторое конечное число. Значит, рассмотрим все степени оператора f, начиная с нулевой до номера n2. Значит, таких степеней будет n2 плюс 1. Значит, n2 плюс 1 оператор у нас здесь написано. n2 плюс 1, плюс еще один оператор. А теперь давайте вспомним, что пространство линейных операторов изоморфно пространству матриц квадратных размерами n на n. L от V у нас было обозначение для линейного пространства линейных операторов. Значит, вот L от V изоморфно было матрицам порядка n на n квадратным. Значит, каждому оператору соответствует матрица, если зафиксировать какой-то базис. Поэтому размерность пространства линейных операторов и размерность пространства матриц одна и та же. Значит, размерность L от V равна n квадрат. Размерность пространства матриц равна n квадрат. Значит, если у нас есть n2 плюс 1 элементов в n квадратмерном пространстве, то они линейно зависимы. Ну а если они линейно зависимы, значит, найдутся коэффициенты, которые не нулевые, которые превратят линейную комбинацию в ноль. Значит, существует λ 0, λ 1, λ n квадрат числа, такие, что линейная комбинация равна нулю. Значит, это и есть то, что нам нужно. Раз не все коэффициенты нулевые, значит, многочлен не нулевой, и он аннулирует f, потому что при подстановке в него f мы получаем 0. Значит, P от t просто равно λ 0 плюс λ 1 t плюс λ n квадрат t n квадрат. Вот аннулирующий многочлен для произвольного оператора f найден. Значит, вот мы перед перерывом увидели, что если взять многочлен очень большой степени, вот n квадрат, то можно найти для любого оператора, значит, многочлен, который его аннулирует. При подстановке операторов такой многочлен получается 0. Нам хотелось бы, конечно, уменьшить эту степень, потому что, ну, как-то уж слишком много. Вот. Давайте будем пытаться минимизировать степень. Для этого давайте введем определение минимального аннулирующего многочлена. Значит, многочлен P от t называется минимальным аннулирующим для оператора f. Многочлен P от t называется минимальным аннулирующим для оператора f. Значит, если, ну, во-первых, он просто аннулирует, то есть если P от f равно 0, если он его действительно аннулирует. Второе. Значит, если старший коэффициент равен единице, старший коэффициент, то есть коэффициент при максимальной степени. Вот. И, наконец, если этот многочлен минимальный аннулирующий должен иметь наименьшую возможную степень. То есть если... Значит, если коэффициент какой-то другой аннулирующий многочлен, ну, не нулевой. Значит, если коэффициент не равен нулю другой аннулирующий многочлен, то степень Q больше или равна, чем степень P. Значит, вот такое определение. Значит, часто не говорят минимальный аннулирующий, а говорят просто минимальный, но под этим подразумевается именно минимальный аннулирующий. Так же, как мы часто называем операторы просто операторами, но подразумевается, что они линейные операторы. Так и здесь обычно для краткости говорят просто минимальный многочлен, но имеется в виду минимальный аннулирующий многочлен. Значит, для любого неравного нулю оператора существует единственный минимальный аннулирующий многочлен. Так, ну давайте доказывать сначала существование. Сначала докажем существование. Значит, для этого давайте рассмотрим все аннулирующие многочлены. Ну, кроме нулевого. Нулевой мы сейчас не будем рассматривать, потому что по многим причинам. Значит, мы рассмотрим все аннулирующие многочлены, кроме нулевого. Значит, среди них, значит, давайте посмотрим теперь на их степень. На их степени. Значит, степени — это натуральное число. Ну, самая маленькая возможность — это ноль. Если многочлен состоит только из константы, то многочлен нулевой степени. Если там что-то еще присутствует, то там первый, второй и так далее. Значит, вот если мы посмотрим на все аннулирующие многочлены и каждому сопоставим степень, то мы получим набор, состоящий из нуля, возможно, и натуральных чисел. Значит, среди них есть наименьшее. Вот, возьмем его. Давайте выберем наименьшую степень. Ну, обозначим ее К. Ну, и поделим на коэффициент при старшей степени. Значит, когда поделим на коэффициент при старшей степени, у нас выполнится вот это второе условие. Значит, многочлен аннулирующие. И вот любой другой аннулирующий многочлен имеет степень больше или равную, чем К. Значит, вот существование доказано. Берем всевозможные, смотрим на степени, выбираем наименьшую степень. Берем многочлен этой, какой-то многочлен, их может быть несколько вообще говоря. Берем многочлен этой степени К, делим на коэффициент при старшей степени, и все три свойства у нас выполнены. Теперь доказательства единственности. Ну, пусть их два. П1 от Т и П2 от Т. Значит, два минимальных многочлена аннулирующих. Одинаковые степени К. Потому что если бы степени были разные, то один из них был бы минимальным, а другой нет. Поэтому степени надо предполагать разными и с одинаковыми старшими коэффициентами. Давайте вычтем один из другого. Поскольку коэффициенты при старшей степени у них одинаковые, равны единице, то разность будет иметь степень меньше, чем К, да? Строго меньше, чем К. А теперь посмотрим, будет ли многочлен П1 минус П2 аннулировать наш оператор. Ну, понятно, что если мы подставим эту разность П1 минус П2 оператор, то получим 0. То есть мы нашли оператор, мы нашли многочлен, который аннулирует оператор F и степень которого строго меньше К. Но поскольку К это минимальная степень, мы и так ее подбирали, мы получаем, что П1 и П2 должны быть равны между собой. Если они разные, то этот многочлен не нулевой, и получаем противоречие с третьим условием. Так вот, понятие минимального аннулирующего многочлена. Значит, пример. Давайте возьмем опять тот же оператор проектирования. У нас пока не так много разных примеров операторов есть. Вот нулевой, тождественный, ну симметрии есть еще. В общем, давайте возьмем оператор проектирования. То есть мы уже знаем пример аннулирующего многочлена Т квадрат минус Т. Существует ли аннулирующая многочлена меньшей степени, чем вторая для оператора проектирования? Или этот является минимальным? Ну давайте напишем произвольный многочлен первой степени. А0 плюс А1Т. И подумаем, может ли такой многочлен аннулировать оператор проектирования? Ну проще всего, наверное, матрицами это записать. Вот давайте возьмем в качестве пространства, где действует оператор проектирования, обычную плоскость, то есть размерности 2, линейное пространство. Значит, тогда оператор проектирования задается матрицей 1, 0, 0, 0. Значит, если мы ее подставим в такой многочлен, мы получим, значит, А0 на единичную матрицу плюс А1 на АФ равно, значит, А0 плюс А1, 0, 0, А0. Значит, получим вот такую вот матрицу. Значит, эта матрица не равна нулю ни при каких коэффициентах А0 и А1. Значит, мы не можем подобрать А0 и А1 так, чтобы получилась нулевая матрица. Значит, ни при каких А0 и А1 мы не получим аннулирующего многочлена для оператора проектирования. Значит, этот многочлен второй степени является действительно минимальным, потому что меньшей степени подобрать аннулирующий многочлен не удается. Так, лемма. Значит, число лямбда является собственным значением оператора F тогда и только тогда, когда лямбда является корнем минимального многочлена. Так, ну давайте доказывать сначала вот в этом направлении. То есть мы предполагаем, что лямбда – собственное значение. А значит, для него есть ненулевой собственный вектор какой-то. Собственный вектор Х, который удовлетворяет этому равенству, то есть определению собственных векторов и собственных значений. Значит, теперь давайте возьмем минимальный многочлен, как мы обозначим его пакты. Ну, запишем его как А0 плюс А1Т плюс и так далее плюс АНТ в степени Н. Подставим сюда F. И поскольку этот многочлен минимально аннулирующий, то мы знаем, что результат равен нулю. Значит, 0, P от F, значит, А0 на тождественный оператор, плюс А1 на F, плюс АН, F в степени Н. А теперь давайте вот этот нулевой оператор применим к вектору Х. Ну, сумма операторов соответствует сумма. Значит, А0 умножить на просто Х, потому что я напомню, что тождественный оператор любой вектор переводит в себя. Значит, тождественный оператор от Х это Х, плюс А1F от Х, плюс и так далее, АН, F в степени Н от Х. Здесь мы сразу можем заметить, что F от Х, поскольку Х собственный вектор, можно заменить на лямбда Х. Но точно то же самое можно сделать и со старшими степенями F. Значит, давайте заметим, что F квадрат от Х это F от F от Х, F от лямбда Х. Значит, лямбда можно вынести. Значит, и получим, что F квадрат от Х есть лямбда в квадрате умножить на Х. Значит, третья степень, это F от F квадрата, F от лямбда в квадрате Х и так далее. Доведя это дело до конца, мы получаем, что n-ая степень оператора F, примененная к Х, есть лямбда в степени Н умножить на Х. Поэтому здесь мы получим, значит, А0 Х плюс А1 лямбда квадрат Х плюс и так далее, а n лямбда в степени Н Х. А теперь обратно вынесем Х за скобки. Значит, и получим, что в скобках у нас уже записан... А, спасибо, тут первая степень, да, спасибо. Получим здесь уже в скобках просто P от лямбда. Это просто результат подстановки лямбда в обычный числовой многочлен P от T. Ну и теперь давайте смотреть, что у нас было в начале. Значит, P от F это у нас нулевой оператор, поэтому левая часть равна нулю. Ну, значит, равна нулю и правая часть. Значит, мы делаем вывод, что отсюда следует, что P от лямбда умножить на Х равно нулю. Но Х у нас не нулевой вектор. Вот тут это существенно. Поэтому мы, честно, можем сделать вывод о том, что именно первый сомножитель равен нулю. Иначе бы была, значит, неопределенность. А так, вот мы знаем, что именно P от лямбда равно нулю. А значит, лямбда является корнем многочлена P от T. Вот мы доказали утверждение слева направо. Кстати, обратите пока внимание, пока мы не начали в обратную сторону доказывать. Обратите внимание, что для доказательства в этом направлении мы нигде не пользовались минимальностью многочлена P. Мы пользовались только тем, что P аннулирует оператор F, а то, что он минимальный, мы не использовали. И значит, в эту сторону утверждение верно для просто аннулирующих многочленов не обязательно минимальных. То есть, если лямбда собственное значение, то из этого следует, что он будет корень любого многочлена, который аннулирует оператор F. А в обратную сторону нам сейчас придется пользоваться минимальностью, потому что без минимальности в обратную сторону утверждение неверно. Итак, предполагаем, что лямбда – корень минимального многочлена. Значит, минимальный многочлен P от T обозначим, как обычно. Значит, вот лямбда – его корень. Это значит, что многочлен P от T можно записать в виде произведения. t минус лямбда умножить на многочлен степени на единицу меньшей. При этом, раз P от T минимальный многочлен, то Q, у него степень меньше, значит, он минимальным быть не может. Значит, минимальным аннулирующим быть не может, поэтому Q от F не равно нулю. Если бы Q от F равнялось нулю, то было бы противоречие с минимальностью многочлена P. Ну, что такое ненулевой оператор? Значит, найдется хотя бы один какой-то вектор, который этот оператор не переводит в ноль. Вот давайте этот вектор обозначим через X. Вот такой X существует, поскольку оператор не нулевой. Если бы таких X не было, оператор бы все вектора переводил бы в ноль. А так, хоть один какой-то X такой найдется. Итак, X не нулевой. И удовлетворяет вот этому равенству. Вот давайте это Y обозначим. И давайте запишем F минус лямбда на тождественный от Y. Давайте применим вот эту разность F минус лямбда на тождественный к Y. Для того, чтобы это сделать, давайте подставим вместо Y вот то, через что мы его обозначили. Значит, вот у нас получился вот такой вот оператор, который применяется к вектору X теперь. Но в квадратных скобках написано произведение многочленов от F. Мы с вами уже говорили, что все равно, в каком порядке подставляем сначала F в произведение, потом, в смысле, сначала подставляем F, потом перемножаем, или сначала перемножаем многочлены, потом подставляем в них F. Поэтому, значит, у нас здесь получится P от F примененное к X. Вот то, что написано в скобках. Значит, здесь первые скобки соответствуют многочлен T минус лямбда, второй скобки соответствует многочлен Q от T. Значит, поскольку, как мы уже выяснили, все равно, в каком порядке. Значит, либо вот здесь мы сначала подставили, потом должны перемножить. А мы давайте сначала перемножим T минус лямбда на Q, а потом уже подставим F. Вот и запишем в таком виде. Но P от F равно нулю, поэтому результат то, что теперь в квадратных скобках это равно нулю, потому что P аннулирует многочлен F. Значит, результат равен нулю. Значит, это почти все, что нужно, потому что, значит, давайте посмотрим на наш Y. Значит, мы получили, что F от Y равняется лямбда умножить на Y. И еще мы получили, что Y не равен нулю. Отсюда следует, что лямбда собственное значение. Итак, вот лямба доказана. Здесь мы, кстати, видим, что если бы Q мог тоже оказаться аннулирующим, то в обратную сторону утверждение неверно, поэтому у просто аннулирующих многочленов корней больше, вообще говоря. А для минимального корни совпадают с множеством собственных значений. Итак, с каждым оператором у нас естественным образом связывается понятие минимального аннулирующего оператора. и есть еще один минимальный аннулирующий многочлен, и есть еще один многочлен, который тоже, естественно, связать с произвольным оператором. Это так называемый характеристический многочлен. Он у нас уже встречался. Вот его обычно обозначают P с индексом F. Это характеристический многочлен оператора F. Я напомню, что определяется он так. мы берем в любом базисе записываем матрицу оператора F и вычисляем определитель AF минус лямбда E. Вот это и есть PF от T. И мы проверяли в свое время, что от выбора базиса этот многочлен не зависит. Все, кстати, помнят, как это проверяется. Окей. Итак, вот характеристический многочлен. Про характеристический многочлен можно легко доказать аналогичное утверждение про совпадение корней. давайте прям формулировки здесь заменю минимального на характеристический. Ну и после того, как мы это докажем, окажется, что у характеристического и у минимального многочлена для оператора F одни и те же корни. Это еще, кстати, не означает, что сами многочлены равны, потому что бывают разные многочлены с одними и теми же корнями. t-1 в квадрате и t-1 в кубе, например. Так, ну вот давайте опять, раз тут формулировка Леммы речь идет о равносильности, мы тоже должны и в одну сторону утверждения доказать и в другую. Начнем так же, как в предыдущей Леммис предположение, что лямбда собственное значение. Получаем, что есть собственный вектор вот с таким условием. Ну вот это равенство, мы когда говорили про собственное значение, значит, это то же самое, что f минус лямбда умножить на тождественный вырожденный оператор. Значит, его определитель в любом базисе, в каком бы базисе мы не записали его матрицу, значит, его определитель будет равен нулю. Но это и есть характеристический многочлен. Значит, определитель f минус лямбда на тождественный равен нулю, следовательно, лямбда корень pf от t. Так, в обратную сторону. Значит, если лямбда корень характеристического многочлена, ну, рассуждение, собственно говоря, такое же. Если лямбда корень характеристического многочлена, то, значит, двигаемся снизу вверх, значит, этот определитель равен нулю, значит, оператор вырожденный, у вырожденного оператора существует нетривиальное ядро. Вот берем любой x из ядра невырожденного оператора и получаем собственный вектор и собственное значение. То, что я сказал, понятно или надо подробнее сказать? записать, давайте сейчас запишем. Вот стрелочки пойдут снизу вверх, значит, вот давайте так вот, потом сюда стрелочка, значит, это вырожденный оператор, у вырожденного оператора существует нетривиальное ядро, существует, значит, у него ядро вот этого f- лямбда на тождественный, не равно нулю, значит, оно больше нуля, вот берем x из этого ядра, не равный нулю, такой x существует и получаем вот это равенство, f от x равно лямбда x, ну, перенося лямбда на тождественный в правую часть равенства, получаем, что x собственный вектор, а лямбда собственное значение. если l инвариантное подпространство для оператора f, то мы уже в свое время выяснили, что матрица f имеет вот такой вот вид. Значит, здесь матрица ограничения, ну, давайте я ее обозначу A, B, C. Значит, A это матрица ограничения оператора оператора F на подпространство L, а C это матрица фактор оператора. Поскольку характеристический многочлен считается просто как определитель, то P F F от T, характеристический многочлен для матрицы АF или то же самое для оператора F. Есть просто произведение PF на L от T умножить на PF' от T. F' это фактор-оператор, а F, ограниченный на L, это оператор, ограниченный на инвариантное подпространство. Получается произведение определителей и произведение многочленов. Наличие инвариантного подпространства позволяет разложить характеристический многочлен в произведение двух сомножителей. Вот отсюда такое наблюдение, что пусть лямбда собственное значение оператора F. Значит, V от лямбда, я забыл в прошлый раз, как обозначал множество всех собственных векторов, соответствующих числу лямбда. Вот так, наверное, да? Значит, это все иксы, которые переходят в умножение на лямбда. То есть все собственные вектора и нулевой вектор. Значит, ну и пусть размерность этого подпространства равна k. Тогда кратность корня лямбда в характеристическом многочленении больше или равна k. Значит, кратность лямбда, как корня характеристического многочлена, больше или равна k. Так, доказательство совсем простое после вот этого рассуждения. Значит, дело в том, что это подпространство является инвариантным. Это мы с вами в прошлый раз выясняли. Поэтому матрица в подходящем базисе, матрица оператора будет иметь такой вот вид. Значит, здесь был блок из нулей. А там, где происходит умножение на лямбда, значит, умножение на лямбда на подпространстве вот этом задается матрицей скалярной, где на диагонали числа лямбда находятся. Ну и неважно, что в правой половине этой матрицы. Значит, вот такой вид имеет матрица нашего оператора. И значит, когда мы будем считать характеристический многочлен, то есть определитель, у нас возникнет лямбда минус t в степени k. Значит, вот в этом равенстве у нас вот здесь вот будет лямбда минус t в степени k, а здесь какой-то многочлен от t. Ну и понятно, что кратность корня лямбда, корня характеристического многочлена, больше или равна, чем k, поскольку тут входит уже множитель лямбда минус t в этой степени.